Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, её ведущий, отец Назари. В сегодняшнем выпуске мне хотелось бы поговорить и порассуждать о таком необычном термине, как «первородный грех». Выяснить, что это на самом деле такое и какое влияние «первородный грех» оказывает на нашу с вами жизнь. Возможно, вы слышали когда-нибудь об этом термине, когда заходила речь о крещении, или когда вспоминали Адама и Еву, но в сущности разобраться и понять, что же на самом деле такой «первородный грех» мы зачастую не можем. И вот этот пробел в понимании, в знании этого термина мы постараемся сегодня восполнить с нашим сегодняшним гостем, ректором Самарской православной духовной семинарии, отцом Максимом Кокаревым. Отец Максим, здравствуйте! Добрый день, отец Назарий, добрый день, дорогие телезрители! Отец Максим, расскажите нам, что такое «первородный грех», если можно вкратце его предысторию. Ну, во-первых, мы начнем, так сказать, с самого начала. Для всего мировоззрения христианского такое понятие, как «первородный грех» является достаточно важным, поскольку во многом проясняет то, по поводу чего у людей тоже часто возникают вопросы, потому что, ну, мы когда идем с евангельской вестью, мы говорим о том, что Христос – Спаситель. Собственно, имя Его Иисус, Его земное имя, Его личное имя, примерно так и переводится – «спасающий», «спаситель». И вот эта идея спасения, идея вообще прихода Бога в мир, соединения Бога с человеком, с человеческим естеством – это, наверное, и есть самое такое оригинальное и самое важное, что делает христианство христианством. То есть, чтобы просто понять, что Бог-творец один, не обязательно быть христианином, мы это прекрасно понимаем, да, эта идея, она, во-первых, глубоко в человеке, несмотря на все языческие, так сказать, да, и политеистические наслоения, она пробивалась даже во многих очень архаичных народах, да, когда люди поклонялись и практиковали культы по отношению там к множеству божеств второго порядка, низшего порядка, но при этом даже они помнили, что единый творец вообще-то у всего этого один. Он просто либо устранился от дел, либо был устранен в результате некого бунта младших божеств, таких мифологий, космогоний тоже достаточно много. То есть, вот память и знания о Боге-творце, о Боге-создателе – это, в принципе, такая более широкая вещь. И христианство приходит с какой-то особенной идеей и уникальной, я бы сказал, уникальность христианства именно в том, что слово стало плотью, да, что Бог, слово вторая поста и становится человеком. Часто возникает вопрос, а зачем, собственно говоря, понадобилось? Понадобилось это то, что мы называем исцелением человеческой природы. Вот понять это действительно без понимания того, что с этой человеческой природой случилось прежде, да, конечно, очень сложно. И надо сказать, что сам термин «первородный грех», вот именно так сформулированный, мы его в священном писании не найдем. То есть терминологически, да, такой, как некий уже устойчивый богословский термин, мы его встречаем чуть позже. Мы в писании видим только конкретное описание трагедии, которая в самом начале книги «Бытия», там, в третьей главе, описывается как отступление первых людей, как их нарушение воли Божьей, нарушение заповеди и так далее. Всем известная история. Но там нет понятия «первородный грех», да, подробного, и тем более нет понятия, там, вот, отвлеченно-богословского размышления о том, как он повлиял на все остальное. И вот дальше более подробно, как это со многими вообще, здесь более широкий даже вопрос, все ли, что не проговорено дословно в Писании является каким-то вымыслом позднейшим, да, или нет, или все-таки этот процесс можно видеть как раскрытие последующей христианской мысли, тех зерен, да, которые вообще-то есть уже в Священном Писании, но нужно как-то, можно более доступном для соответствующего эпохи языке пересказать. То есть поэтому то, что делают во II, в III веке святые отцы уже вот того периода, когда основная масса церковного народа думала, мыслила по-гречески, а не, вот, на еврейском, да, как первая же, самая первая община и первые несколько лет существования Церкви Христовой, это период, когда практически вся она была, как и апостола, да, из бывших иудеев, да, христианин. Вот, но потом понадобилось как-то вот менять точный язык, каким-то науне каких-то серьезных философских, богословских понятий, искать ответы, чтобы было понятно людям вот эллинского мира, и поэтому каких-то терминов в Писании может не быть, а явление точно есть. Самый простой пример, что вот нигде в Писании нет слова «троица», хотя мы видим там и отца, и сына, и от Духи Святого вполне явно, назовете, видим. И это смелый ход, вы просто придумали специальный термин, которого не было в Писании, и появляется вот у Феофила Антиохийского впервые появляется в II веке термин «триас», «троица», в его послании к Автолику, как раз которому вот он, может, и пытался объяснить как-то то, что есть в Писании, но то, что ему было непонятно. И с первородным грехом такая же история. То есть мы видим картину, факт некий от падения первых людей, а уже где-то начиная с I веков на II-III век появляется попытка осмыслить это в категориях того, что называется первородный грех. Считается, что первым, скажем, об этом говорит из христианских писателей, такой ранний писатель латинской части церкви, Квинт Септимий Флоренс Тертулиан. Он еще не употребляет термин «первородный грех», он употребляет, не знаю, такие словосочетания, как изначальная порча природы человеческой и прочее. Ну, а термин «первородный грех», судя по всему, мы обязаны тоже западному латиноязычному христианскому писателю уже IV века, конца IV века Аврелию Августину, который, собственно говоря, и вводит такое сочетание по латыни «пиката оригиналис», то есть дословно первородный грех, который обычно воспринимается следующим образом, что это, во-первых, злоупотребление свободной волей самих людей, первых, а во-вторых, последствия, и это даже более, наверное, важно для всех остальных, то есть последствия, которые, к сожалению, в общем-то на себя ощущает и несет весь род человеческий. И эти последствия обычно описываются в категориях таких, что последствиями природного греха, во-первых, становятся смертность, смерть человеческая, во-вторых, вот некая власть и подчинение врагу рода человеческого, то есть дьяволу, власть в человеке греха, собственно, и склонность некой к греху, то есть то, чего не было и не было задумано Богом, да, изначально не было планом Божиим о человеке, скажем так, да, то есть и человек действительно становится подвластен своим страстям, своим грехам, то есть уже воздействию своей же уже искаженной человеческой природы, вот, и вообще вот вся природа человеческая становится не просто смертна, но и тленно, если болезненно, да, то есть это не просто там смерть, это вся тленность, вся эта вот ветхость, несовершенность нашей природы, и болезненность и прочее, это тоже мыслится вот обычными христианскими писателями как следствие грехопадения, поскольку вот представить, что именно так и было задумано Богом, крайне сложно. Отец Максим, ну, вот вкратце, чтобы как бы была такая целая картина, ну, понятное дело, что православные христиане, верующие, которые посещают храм, они, конечно же, знают, хочется верить, что они знают священное писание, историю грехопадения Адама и Евы. Вот вы сказали о том, что сам термин «перворудный грех», он не встречается в священном писании, да, это часть нашего церковного предания, трудов отцов, но, к слову, нужно сказать, что некоторые вещи даже из священного писания люди воспринимают как легенду, то есть даже не верят в существование Адама и Евы, хотя для нас это реальные люди, реальные личности, наши прадцы, которые жили, которые согрешили, которым молится церковь и даже прославляет их. И вот хотелось бы все-таки в памяти как бы освежить, что произошло там в раю, да, то есть каким изначально был создан человек, то есть вы сказали о том, что природа повредилась, да, то есть возникли какие-то последствия, а каким человек был до этого. Потому что мы же рождаемся, нам кажется, что вот то, какой человек сейчас, это так и есть. Вот природа создала таким человека, ну, как вот, если человек светский, да, говорит, что вот природа, мы говорим, что Бог создал. Но мы видим, что человек умирает, страдает, да, грешит постоянно. И нам кажется, что это норма. И как бы вот ученые, когда рассуждают об этом, говорят, что смерть – это естественно. Но тут, значит, выходим мы, православные христиане, говорим, нет, смерть на самом деле противоестественна, то есть смерти не должно было быть. Значит, как было время, когда было по-другому. Вот если, можно, отец Максим, вот рассказать, как оно было, что произошло и как оно стало. Для людей, которые, может быть, не совсем знакомы вот с историей греховадения. Ну, если вкратце, то, опять, да, отталкиваясь от того, что у нас время ограничено, то Писание описывает нам творение человека, как и всего остального мира, да, как то, что было создано гармоничным. И там такая фраза, да, после каждого этапа творения, творение описывается как ряд, так сказать, таких, некоторых этапов, и увидел Господь, что все хорошо весьма, да, то есть и человек хорош, и никаких сначала там предпосылок к тому, чтобы вот считать, что наши грехи, наши, то есть смерть и прочие все эти вещи были задуманы Богом изначально. Нет. То есть, согласно Писанию, человек был создан для того, чтобы разделить радость бытия, радость, это вообще тайна, одна из главных тайн, зачем вообще был создан человек, потому что, ну, вот, язык не повернется ни у кого богословски корректно сказать, что это было предопределено или необходимо. Бог абсолютно свободен, и считать, что вот, ну, тут мы вступаем в такую область, это сразу еще заранее, как говорится, у нас сегодня будет несколько таких размышлений, которые, что-то, если мы высказываем, это могут быть наши предположения, догадки, сжигать нас сразу не надо. Ну, вот, даже если мы как-то смело будем думать, здесь мы можем действительно, вот, и отцы тоже не могли, даже вот, даже гораздо более духовные, опытные писатели церковные, ну, не могли войти в эту тайну, то есть, только предполагали какие-то вещи, что, считать, что человек был создан Богом, потому что Бог в нем нуждался, или в Боге был некий недостаток, или ему нужен был с большой буквы другой, чтобы как-то, да, вот этот диалог в этой жизни выстраивать. Нет, Бог самодостаточен, именно, кстати, потому что Бог Троица. Три лица, они вполне, друг между другом, соединены любовью, это главная сила, да, то есть, ну, это троечная любовь, как мы веруем, и, в общем-то, никакого-то недостатка, изъянов в абсолюте быть не может, но вот от преизбытка любви, вероятно, это по-другому, как назвать, я не знаю, да, чтобы человек имел возможность, да, разделить радость жизни, радость быть, причем, что важно подчеркнуть, это радость в полной мере мог разделить, только находясь с Богом и в Боге, то есть, это сложно испытывать радость, будучи не в источнике радости, да, вот, и поэтому для человека была единственная возможность это вот радость, это состояние сохранять и поддерживать, не отступать от Бога, да, не быть постоянно в этом общении, и на языке писания, а язык писания, особенно первый глав в книге Битя, он очень образный, там действительно какие-то вещи, ну, тоже не нужно дословно воспринимать, да, то есть, Бог ходил с человеком там, в саду в этом, да, то есть, это изображают иногда действительно так, в гравюрах, то есть, как они прогуливаются, да, но мы понимаем, что мы и Бога-то не можем изображать, не должны даже по канону, никак, и что это вот, это некое описание общения, человек находился в радости, в гармонии, в гармонии отношений, а, с Богом, б, друг с другом, первые люди, первозданные, и со всем остальным миром, и, то есть, не было никакого разлада, никакой трещины, вот такой, да, какой-то червоточины, и есть одно но, из всего остального творения, да, все, что создано Богом, человек, это единственное существо, которое обладало свободой, ну, вернее, нет, ангелы, я имею ввиду, из вот материального, вот такого, телесного, если не читать ангела, человек был таким существом, которое обладает свободой, и вся история грехопадения, это история, вот, просто извечного, я бы сказал, проклятого вопроса, всегдашнего для человека, это вопрос свободы, то есть, это вот такой парадокс, с одной стороны, свобода, ну, может предполагать возможность ею, скажем так, злоупотребления, вот, и это может тяготить, то есть, возможность ошибки, возможность, какого-то ошибочного выбора, она всегда есть, если есть свобода, а иногда хочется даже от этой свободы убивать, у нас надо люди, когда человек сталкивается, да, с сложным каким-то выбором, когда нужно решать именно ему, человек хочет, что вот отмахнуться, и сказать, что кто бы за меня всё решил, как-нибудь переложить свою ответственность, и человек начинает вообще тяготиться свободой, зачем Господь вообще вот так сложно всё устроил, вот, были бы мы запрограммерны, только на добро, были бы первозданные люди, созданы с абсолютной такой невозможностью ошибиться, невозможностью согрешить, невозможностью нарушить волю Творца. И было бы все хорошо, не было бы грехопадений. Вот, мы всегда об этом задумываемся, я тоже, я помню, по юности тоже задавал такие вопросы, и один мудрый человек, который из наших, уже из поколения наших учителей, которых мы еще учили в семинарии, сказал, что, ну, наверное, да, если бы до кого, во-первых, не нам за Бога решать, это первое, но это ладно. Если мы гипотетически чисто предположим, что Господь создал бы людей, немножко по-другому устроив, то есть без свободы и без возможности ошибиться и злоупотребить этой свободой, это был бы другой мир, в этом мире не было бы зла, насилия, войн, всего то, что человек вокруг себя часто, да, там сотворяет, вот, но все равно тогда это был бы не мир людей, это был бы мир благодушных, правильных роботов, ну, которые были бы запрограммированы, да, то есть даже если они были бы биороботы, они были физически абсолютно такими же, наверное, это было бы не человеком. И, кстати, я в практической жизни, как только человек начинает тяготиться свободой или Богу претензий какие-то по этому поводу предъявлять, я обычно говорю человеку, рисую картину, вот хотел бы ты жить вот так, и ни один пока мне не сказал, что я хотел бы жить в состоянии полной несвободы, но правильности, что как только я задумал ошибиться или согрешить, в нем Господь палкой по рукам бил сразу. То есть, в общем-то, никому в практике этого не захотелось, то есть человек все-таки вот мечется между желанием переложить на кого-то ответственность и все-таки поступать по-своему. И вот свобода – это такой дар и крест людей, и судя по описанию книги «Бытия», то есть вся проверка этой человеческой свободы была очень проста, была дана одна единственная заповедь проверяющая. То есть, человеку, вводимого Богом в этот мир, были даны всего несколько заповедей, очень несложно. Они тоже все часто толкуются, может быть, не настолько даже буквально, вот хранить и возделывать сад, в котором они были. Большинство отцов подавляющее считали, что это не просто копать там грядки и возделывать сад. Это глобальная задача – хранить, преображать и возделывать не только даже сад, а весь мир вообще. Потому что человеку был дан весь мир. Человек, вот если совсем по-простому, был Богом, поставленным в этом мире своим наместником. То есть, человек, значит, наместник Бога на земле. То есть, его был призван быть благим царем и таким вот отображением, запечатлением, я бы даже сказал громко иконой божества. Потому что, когда мы говорим, что образ Божий, образ по-гречески – это икона, человек – икона Бога. И икона, в которой весь остальной мир мог видеть, вот, да, в каком-то смысле отображение Творца. И поэтому вот этот заповедь хранить, возделывать сад – это вот вообще такая глобальная заповедь возделать, преображать и в сотворчестве с Богом, да, эту землю делать еще краше, возможно. Вот. Хотя она и так сотворена. Вот она сотворена хорошо весьма, но это не значит, что нет возможности к динамичному дальнейшему развитию. Человек же тоже был сотворен хорошо весьма, а смог ошибиться. То есть, он был, говорят, был сотворен человек совершенным. Он, это не совсем так, он был сотворен настолько совершенным, насколько мог вместить тогда. И был призван к дальнейшему уже свободному росту. То есть, вот, находясь с Богом, идя с Богом, да, вот, как бы, вложив свою руку, как в руку, там, отца, да, он должен был пройти определенный путь. Он не был сотворен неким таким законсервированным, статичным существом, который, вот, все, он хороший весьма, и все, и дальше развиваться не надо. Нет. Он был сотворен именно динамично. То есть, он был настолько хорош, насколько мог быть хорош изначально, как стартовый такой, да, вариант. Но, вообще-то, это свободное существо, оно должно вырасти, развиваться и возрастать в своем доверии Богу, в послушании Богу, но он пошел несколько иным путем. И заповедь, как раз, ему, получается, была дана, да, не вкушать запретный плод, как раз таки, чтобы он возрастал, то есть, чтобы через это послушание Богу он становился лучше. Да. Одна заповедь положительная, скажем так, хранить, возделывать, а одна, как более сложная, кто так и не смог понести, хотя мы не знаем, сколько быстро это произошло, сколько времени, это вообще некоторые отцы по-разному высказывались, вот, насколько он успел себя реализовать заповеди возделывания, тоже не знаем, но вот с заповедью воздержания, да, ну, произошло нечто страшное. И понятно, что это тоже такой очень важный образ, проверка послушания человека, я вот так, иногда гипотетически, опять мы очень смело сейчас рассуждаем, могла быть и другой, заповедь могла быть не про вкушение, она могла быть там, ну, сформулирована по-другому, знаете, вот в саду в этом, вот за этот ручей не ходи, условно говоря. Но здесь тоже очень важно, вкушение это и пища, это очень вот такой яркий образ, то, что мы принимаем внутрь, с чем мы соединяемся теснее всего. Кстати, именно поэтому у нас есть пища обратная, да, то есть Евхаристия в положительности, мы вот через пищу человек пал, мы вообще через пищу с Богом снова соединяемся. То, что Господь себя оставил людям в церкви, не через какой-то другой образ, а именно через трапезу мы, да, через трапезу вот эту божественную, через таинство тела и крови Христова, таинство хлеба и вина, то есть это, конечно, тоже очень показательно. А там, да, древо, которое сформулировано, было как древо познания добра и зла. Это тоже очень интересный вопрос, то есть всегда спрашивают, ну, если человек до вкушения этого плода не знал, что такое добро и зло, и поэтому, собственно говоря, был ли он нравственно вменяемым? В том смысле, что почему Господь тогда так строго с него спрашивает? То есть, да, вот, ну, нет ли в этом излишней жестокости? Это частый вопрос. И мы можем предположить, и это магистральное мнение, то есть у святых отцов, в принципе, другого-то особо нет, что человек знал, что такое добро и зло, но знал, скорее, в теории, то есть он должен был понимать. Человеку вообще не было смысла давать какие-то заповеди, если он не понимал, что слушаться отца – это благо, а не слушаться отца – это, да, это не благо. И поэтому, ну, вопрос как раз не в теории, а вот именно в практике, в приобщении. Это даже древо не столько познания добра и зла, сколько древо смешения добра со злом и фактического приобщения к злу. То есть вот когда человек свою добрую природу смешивает со злом, потому что в библейском языке слово «познание», оно сильно отличается от того, что мы сейчас с вами в это вкладываем. Потому что сейчас познание – это такой интеллектуальный акт. А вообще-то, когда сказано, что Адам вошел в Киеве и познал ее, и родился сын, речь идет о теснейшем соединении. И поэтому древо познания добра и зла – это дело, это древо, да, вот, которое показывает, что человек приобщился к злу в том числе. Благо он был и так создан, да, но вот это смешение добра со злом, поэтому образ был именно такой. То есть вообще образ пищи, вкушения, да, принятия в себя – это очень важно. Здесь еще речь идет о познании как о соединении, в том числе, со злом. Но главное здесь, конечно, здесь дело вообще не в плоде, и уж тем более не в том, какой был это плод. Вот недавно мы с культурологами общались, у нас был гость замечательный из Великого Новгорода, тогда мы тоже говорили о том, что в русской традиции традиционно яблоко, а в древней традиции это было все, что угодно. Чаще всего это была фига, в смысле инжир. То есть, как бы, вообще, это некий плод, здесь вообще-то образ, да, плода, который является вот таким переходным, ну, рубежом таким, человек переступает это повеление Бога и приобщается злу. Здесь вообще техническая сторона не так важна. И вот это, собственно говоря, фактология, да, которая описана в Писании. И самое главное, что в Писании даже, опять-таки, там нет термина первородный грех, как мы сказали, но последствия, они уже сразу становятся видны, мы их даже начинаем чувствовать. То есть, это даже по этому образному и такому очень аллегорическому, порой, языку первых глав книги Бытия, очень видно, что происходит. У человека отчеляется гармоничность внутреннего мира, человек начинает испытывать стыд, которого раньше не испытывал, он его сжет, ему, он начинает прятаться от Бога. То есть, у него, то есть, вот с грехопадением нарушается, да и с нашим личным грехопадением, это всегда такая история, нарушается целый ряд, то есть, все, гармония всех отношений, которые есть у человека, они нарушаются. То есть, отношения с Творцом нарушаются, нарушаются. Человек испытывает жуткий стыд, он понимает, осознает, что он сделал и, значит, начинает, но, кстати, даже в этом случае, ну, это не всегда означает, что это вот стыд, он приводит к раскаянию, потому что шанс раскаять, что человек и был, он даже не сразу изгоняется. То есть, там такая поэтапность. Вот как только он начинает углубляться в грехе, и если брать вот именно технологическую сторону, да, он начинает сваливать на жену и то и на самого Творца, то есть, это не я вообще виноват, жена, которую ты мне тут дал, понимаешь, да, это она. И то есть, это, то есть, еще был шанс, на самом деле, шанс покаяться был. Это удивительно, но у некоторых святых отцов, я не помню, по-моему, у Ефрема Всерина или у более поздних, я встречал интересную версию, а была ли возможность покаяться у сатаны, который отпал, да, мы не сказали, что еще собственно грехпадение вообще в мире свободных сущностей началось раньше. Потому что, судя по всему, первым отпадает часть ангельского мира и, собственно говоря, потом под влиянием, то есть, они же тоже падают не просто так, да, первые люди, они слушаются наущения вот некого змея, да, то есть, так вот, у кого-то из отцов была интересная мысль, что как, даже после того, как сатана вступил в какой-то вот конфликт, да, и противостояние с Богом, у него еще был шанс покаяться, поскольку это свободное существование, покаяться он мог, приводил, что не воспользовался, вот, но он этот, по мнению некоторых отцов, он этот шанс потерял, когда совлазнил еще и человека, когда втянул, окончательно, когда втянул еще и свободных других существ, да, любимых детей Божьих, втянул, это страшно, и он настолько, не опять, не то, чтобы все произошло, да, потому что Господь ему отсек, просто всегда это вопрос свободы и вопрос спасения или не спасения, не то, что Господь кого-то пускает или не пускает в рай, а насколько существо укоренилось во зле, и возможно ли уже обратный путь, то есть вот некоторые отцы считали, что после того, как он проявил себя, как совращающий еще и других, человека в частности, то он настолько укоренился во зле, что говорить о том, что это существо может измениться, а покаяние настоящее, это изменение, да, то... Ну, да, я думаю, это, на самом деле, тема тоже такая глубокая по поводу свободной воли у ангелов, но вот возвращаясь к теме грехопадения, как вы сказали, человек был создан совершенным, но был простор для дальнейшего совершенства, но человек воспользовался своей волей свободной во зло и совершает грех, слушается Бога и совершает вот это первое преступление, и что самое страшное, он потом не приносит покаяния, о чем вот мы сейчас с вами говорили. И получается, тоже вот в самом начале вы об этом сказали, происходит некое повреждение природы человеческой, то есть если до этого человек, мы говорим, да, был совершенным, не было смерти, не было болезней, то как вот происходит вот это грехопадение, грех совершает Адам и Ева, они не приносят покаяния, то как раз таки в мир, получается, вместе с их грехом входит смерть, входят болезни, страдания. И, наверное, самое страшное, что происходит с человеком, возникает постоянная тяга к греху. То есть получается... То, что отцы называли удобопреклонностью по-славянски, то есть, к сожалению... И вот возникает еще вот такой момент, когда мы говорим о первородном грехе, мы все-таки как его воспринимаем? Больше именно как повреждение природы, как, знаете, такую некую наследственную болезнь, вот, которые, скажем так, заболели Адам и Ева, болезнью греха, и с тех пор они передают всем своим потопкам. Либо, вот, да, тоже есть такое мнение, воспринимается как некая такая глобальная вина прародителей, которая с тех пор, значит, передается всем последующим поколениям. Потому что в основном люди, скажем так, простые, незнакомые, да, с богословием, воспринимают это зачастую именно так, что вот есть некая вина, но тогда, как бы, возникает вопрос, а почему мы, как бы, отвечаем за то, что сделали Адам и Ева? Вот как мы православные, если можно, максимально кратко... Время уже кончается, да? Да, да. Нет, понятно, что в истории были разные периоды, когда по-разному расставлялись акценты, то есть вот в средние века была больше разная там юридическая теория искупления, в рамках которой больше делался акцент именно на преступлении и на вине, причем на коллективной, и тут на это влияло все, в том числе и даже, как ни странно, вот время, эпоха и вообще взгляд на вот феодальное устройство общества, да, то есть там чем выше, скажем так, фигура, которую ты оскорбил, тем страшнее наказание, вот, да, там, скажем, в этой истории Бога, это абсолютная величина, и люди оскорбили. Да, как в римских легионах, там, децимация была, да, а там провинился, и все несли ответственность. Но все-таки сейчас скорее, да и на Востоке, ну, если мы обращаем внимательно отцов, у них есть, конечно, терминология есть и юридическая, условно говоря, но, в общем-то, в восточных отцов-аскетов, когда читаешь, складывается впечатление, что, конечно, это воспринимается как страшная болезнь. Это болезнь, к сожалению, наследственная, не физическая наследственная болезнь, а вот поврежденность природы. Потому что вот в прямом смысле точно вины за проступок другого человека Господь нам сам об этом говорит, что он не спрашивает. Это Иезекииль. Иезекииля, знаменитая, где он говорит, неправильно вы говорите, что отцы наши ели виноград, а у нас на лице оскомина. Хорошо, отец Максим, тогда, получается, у нас есть как бы вот западное понимание, да, грехопадения, и можно сказать, восточное. Я надеюсь, что более глубоко, подробно мы сможем об этом поговорить в нашей следующей передаче. Отец Максим, спасибо большое за интересную беседу. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся до следующего понедельника. Напоминаю, что свои вопросы вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте «Самарагиз», раздел передачи «Просто вере». Ангела всем хранителя, с Богом!